8 октября 2023 года, воскресенье, благоприятный день для начала лечения и посещения врача. Дизайн человека дает такой посыл, удовлетворение приходит, когда вы приглашаете других к источнику, бьющему через край. Величайшее удовлетворение наступает, когда вы готовы поделиться с людьми своим щедрым даром. Осторожные действия могут исправить любую ситуацию. Потеря концентрации может привести к беспорядку. Следить за каждым своим шагом, участвуя в новых начинаниях. Отдавать себе отчет в том, что вы не можете предсказать то, какой эффект ваше развитие окажет на других людей. Склонность к чрезмерной доверчивости. Если хвататься за любую возможность, можно навлечь на себя серьезные испытания. Принятие жизни во всей ее простоте. Состояние бодхи сатвы. Про это состояние можно подробно почитать в книге Анастасии Новых «Сенсей Исконной Шамбалы». Добросердечие, бескорыстные и чистые устремления приносят удовлетворение. Когда ваши и совместные действия ведут к успеху, приходит признание. Настойчивость ни к чему не приводит, но позволяет вам осознать свои цели. Нахрапом даму не возьмешь. Вы можете изменить образ идеальной женщины или мужчины, которого ждете в пару, или изменить свои ценности, понимая, что текущий идеальный образ в ответ на свою безупречность просит те качества, которыми вы не обладаете. При этом у нас 24-е лунные сутки – это день, когда в человеке пробуждаются природные силы, которые надо направить на созидательные дела. У этого дня символ медведь – восточной традиции Шива. Тибетская и индийская астрология считают этот день самым благоприятным для начала строительства. В буквальном и переносном смысле это день закладывания фундамента новых дел. Он может стать отправной точкой для масштабного проекта. Этот день энергетически очень мощный и связан с сексуальной энергией в том числе. Мужская жизненная энергия Шивы и 14-й лунные сутки у нас женская энергия Шакти. Поэтому оставлять без внимания сексуальную сферу нельзя. Но можно найти ее сублимацию в творчестве, например, рисовать картины, петь или заниматься рукоделием. Особенно хорошо в этот день делать то, что обещает в будущем давать очень хорошие результаты в течение продолжительного времени. Силы неба и земли в этот день сливаются в человеке как никогда гармонично. Ваши цели будут достигнуты легко и быстро, потому что энергия духа усиленным потоком поступает на землю и укореняется в ней. Благодаря чему быстро материализуется все задуманное. То есть в этот день мы очень сильно верим в себя и вселенная нам помогает. В этот день можно и нужно дать себе повышенную физическую нагрузку. Можно делать все, что требует большого расхода сил. И сегодня это не даст такой сильной усталости, как обычно. Вы будете чувствовать себя как никогда бодрыми и здоровыми. Поэтому используйте этот шанс, чтобы укрепить здоровье и в долгосрочной перспективе. Займитесь спортом, оздоровительными процедурами. Благодаря этому вы сможете даже исцелиться от некоторых застарелых болезней. Поскольку день дает большую энергетику, это связано с энергией стихии. У нас есть несколько стихий. Я думаю, что называть их уже бессмысленно. Поэтому можете дополнительно посмотреть практику на 24 лунные сутки, которая как раз и говорит о контакте со стихиями. Посещать массовые мероприятия, особенно митинги, в этот день не стоит. Потому что ритмы толпы хаотичные. Нельзя допускать, чтобы сегодня вас охватило чувство безысходности. Нужно научиться видеть свой путь и немножко отстраняться от своей самоидентификации эго и растворяться с тем, что хочет от вас вселенная. Потому что нытье и плаканье на самом деле никому никогда не помогало. Для людей, которые работают над собой, Шива может помочь пробудить огромные силы и подарить момент откровения. Благоприятный день для лечения болезни с помощью самых разнообразных методик, в том числе нетрадиционных. Например, баня. Очень важно следить за кожей, питанием и печенью. Сделайте стойкую на голове или хотя бы березку. Так энергия потечет в верхние центры, а нижние центры успокоятся. Удачный день для свиданий и интимной близости, которая в этот день обладает целительной силой. Но необходимое условие – это искренность. Супружеские отношения наполняются теплотой и взаимопониманием. 24-е лунные сутки по ведическому лунному календарю выпадают на Брахмаму Хурту. Время до рассвета. В 7.43 приходят 25-е лунные сутки, поэтому энергии дня могут смешиваться. А 25-е они уже более спокойные за то, что надо не торопиться, не спешить, посидеть в своей раковине, возможно, каким-то творчеством заниматься. Поэтому наблюдайте за тем, что проигрывается больше у вас. Луна находится в созвездии Пушья, которая благоприятна для любого начинания. Если вам нужна помощь, вы можете попросить, чтобы вы смогли справиться с врагами. Пушья их ослабевают, и они не могут причинить много вреда. Сатурн управляет этим созвездием и оберегает духовных людей. Поэтому при возникновении любой страшной или нерешаемой задачи молитесь. Но искренне в это верьте. Тут, скорее всего, меня очень поддержат тета-хиллеры в плане того, как именно можно молиться. Вообще тета-хилинг – это очень духовная практика. Она не совсем похожа на молитву в привычном понимании. Это немножко расширяет кругозор и действие энергии. Пушья благоприятна для правовой деятельности, проведения праздников, торжеств, художественных мероприятий, творческих, музыкальных, танцевальных. Благоприятно путешествовать, финансовое планирование, заключение сделок, приготовление еды, садоводство, выбор и покупка домашних животных. Любая деятельность, связанная с детьми. Любая исцеляющая и успокаивающая деятельность. Религиозная инициация, занятие духовными практиками, поклонение Божественной Матери, общение с мамой, консультирование, закладка первого камня, фундамент и начало строительства дома. Краткое резюме дня, день мудрости и опыта, результат накопленной ранее кармы. Не будьте чрезмерно амбициозны, реализуйте то, для чего у вас подготовлен ресурс. Если вы готовы к детям, хороший день для зачатия. В отношениях может быть осознание целей, желание делать предложения и взять на себя ответственность. Честность, терпение и упорство создают основу для успеха. Возможность найти выход из повторяющихся ситуаций. И это воскресенье, день солнца. Лучше всего гармонизирует солнце ранний подъем, до шести утра или до восхода солнца. Кто рано встает, тому Бог дает. И солнышко встает в 6.46 по Москве. Вообще, тема гармонизации солнца, она, конечно, больше для мужчин. Для того, чтобы они стали более уверенными в себе. Если мужчина ведет себя достаточно ленно, у него нет никаких обидц и стремлений, то ему нужно гармонизировать солнце в первую очередь. Делать практику сурья намаскар приветствия солнцу. Это благоприятно для всех и для женского организма, и для мужского организма. Это гармонизирует жизненную энергию прану и стабилизирует огонь в теле. Вообще, эта практика очень хорошо работает над печенью. Хорошо гулять, напитываться солнечным светом, делать техники прощения и благодарения. Воскресенье – это день отца, поэтому хорошо начинать технику именно с папы. Старайтесь желать счастья всем живым существам, культивируйте в себе все, что связано с радостью, и искренне отдавайте это другим. Избавьтесь от гордости, надменности, импульсивности, язвительности, враждебного настроя, высокомерия, неуважения, эгоизма, длительного гнева и недоверия жизни. В воскресенье благоприятно заниматься планированием деятельности на ближайшую неделю, и включая все параметры дня, это прям супер-пупер, планы надо построить. Хорошо заниматься внутренним самопознанием, благоприятно заниматься практиками по работе с родом, а также посещать места силы и храмы. И мы стремимся к самым позитивным энергиям солнца. Это ответственность за себя и окружающих, великодушие, благородство, щедрость и энтузиазм, лидерские качества, ясное видение, уважительное отношение, уверенность в себе, пунктуальность, соблюдение режима дня. И настрой на день. Я расстаюсь со своей озабоченностью и неуверенностью в будущем. Я расстаюсь со всеми обидами, которые нанесли мне другие. Мои чувства свободны, но уравновешены. Я усваиваю уроки прошлого и расстаюсь с этим прошлым. Я ощущаю божественный свет, окружающий меня любовью. Я полагаю, что навыки, в которых я нуждаюсь, проявятся, когда я буду готов ими воспользоваться. Я практикуюсь, я учусь, я знаю, что при благоприятном стечении обстоятельств сумею достойно применить свои знания и умения. Я следую божественному порядку. Я уверен в своих знаниях и прекрасно подготовлен к любой благоприятной возможности. И как обычно, я желаю вам находиться в состоянии легкости, радости и великолепии. Не забудьте поставить лайк, написать теплый комментарий и подписаться на этот канал.